Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Привет. Кто это? Тут много с компанией ОМФК, СПП, Вива, Деньги. Я Юлдаш Вахайтхан, Мухаммад Козе, информирую о записи диалога. Это Кирилл Васильевич? Да, это Кирилл Васильевич. А как ваше имя, отчество? Будьте добры, мне неудобно, но я вынужден переспросить. Блядь, я еще раз повторяю! Я Юлдаш Вахайтхан, Мухаммад Козе, СПП, Вива, Деньги. Охуеть! Псевдонимы можете брать, а? Хаятхан, Мухаммад Козе. С таким именем-то работать на такой работе. Вы будете вопросы задолжить решать? Да нам похер всем, на вас. Семь летай. Я Юлдашева, Хаятхан, Мухаммад Козе. Я вас не услышала, это Кирилл Васильевич. Правильно? Кирилл Васильевич. Это я. Еще раз. Имя. Вы хотя бы псевдонимы можете брать, а? Ну, честное слово. Ну, что я? Что вы говорите? Ну, как мне с вами обращаться? Я человек интеллигентный. Как мне ваше имя произносить? Кирилл Васильевич, обращайтесь на вы. Я вам два раза представлюсь. Да, я понимаю, что вы представились. И мне крайне неудобно констатировать, что я при всем желании не смогу выговорить ваше имя. Вы можете, имейте право, псевдонимы брать? Что? Псевдонимы легко произносимые можете брать? Нет, я вам обязан поставить под помощью. Я вам представила. Да, беда на самом деле, согласитесь. Ну, что с таким именем-то работать на такой работе, это, конечно... Меня будет слушать, Кирилл Васильевич? Ну, давайте так уж и будет послушать. Давайте к нашему аналогу вернемся. Сизимулда или что-то такое, да? С вашим именем происходит. ...составляет 6497 рублей. Ваш договор в отделе взыскания 30 дней находится. Нет у вас никаких отделов. Ну, нет никаких отделов. У вас операторы сидят и все. У вас нет никаких отделов. Не надо лукавить, барышня. Просто сидят операторы, и вот оператор мозгоклюй сидит и пытается поклевать мозги чьи-нибудь. И все, с таким именем. Не намерясь решать вопросы своей задолженностью. Я считаю, что должны людей брать на такую работу слегка произносимым минимум. Ну, давайте вы свои рекомендации при себе оставите. Это не рекомендации. Это мои ощущения на фоне нашего с вами, нашей попытки познакомиться. У вас, конечно, большое ощущение. Послушайте меня. Вы будете вопросы своей задолженности решать? Нет, нет вопросов никаких. Это у вас эти вопросы. У вас эти вопросы. У меня нет вопросов. Я с вами спорить не намерена. И? А я еще призываю вас к спору какому-то, что ли? В случае дальнейшего нарушения обязательств вашей стороны имейте витал. Опять позвонят. Все просто. Просто опять позвонят. Только, пожалуйста, пускай звонит человек легко произносим именем. Всего доброго вас. Все, пока. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Это вам, как раз стабильные финансы, онлайн-сервис GreenMoney. Разговоры записываются. Меня зовут Минаков Алексей Александрович. Чуть-чуть погромче Алексей Александрович, если можно. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич. А, блядь. Ха, Кузнецов. Вот так-то. Здравствуйте. Да. Ролик посмотрел. У вас. Какой из них? А вы не узнали меня? Да узнал, что же я вас всех, почти всех знаю. Это тот самый случай, когда мы нормально пообщались, да? Да. Я вас сначала, Витя, не признал. Тихо ответили, а потом уже узнал о вас. А вы что, последнее время тоже тихонько говорите? Устали? Да нет. Странно. Ну что, понравилось? Что-то не то, может, обсудим? Очень неплохо было бы, кстати, обсудить. Что не так, может быть? Или все по делу? А я давно смотрел. Это уже было сколько, наверное, дней 10 назад. Я прям подробно, если не помню. Комментарии, да, меня удивили, что много людей обычно все равно, скажем так, негативно относятся. Угу. Призывают, да, все-таки задуматься. Угу. Нет, очень хорошо, что комментарии читают. Да, Дмитрий Евгеньевич. Просто люди, да, вот вы тоже говорите, например, вы как доктор, верно? Что вы помогаете, скажем так, не разбираете? Нет, просто мне нравятся эти аналогии. Ну, да, я применяю часто такие аналогии, потому что людям понятнее. Вот, и просто у людей, допустим, да, вот назовем это так, коллекторы-взыскатели, да, вот нашу профессию. Не-не-не-не, здесь я вас на место, позвольте, поставлю. Это не профессия. Это не профессию. Профессию осваивают, учатся, достигают результатов. У вас это... Ничего общего с вот этим термином нет. Давайте опустим. Прям буду вас поправлять. Отказываюсь, если вы будете это называть профессией, это оскорбление. Оскорбление права, да. Пускай, назовем это как... Хотите, увлечением называйте, но только не профессией. Можете назвать. Может, даже хобби, может, хобби даже себе это придумать. Мы также клиентам намерены помогать. Вот я лично по себе сижу, да, уже первый год работаю в данной сфере. И как бы многие клиенты, с ними мы какие-то компромиссы всегда находим, помогаем им решать данный вопрос в добровольном порядке, вот и все. Без процедур банкротства, без, скажем так, судов и дальнейшей уступки. Ну, вы же не знаете судьбу этого клиента, который вам заплатил, там, как вы сказали, добровольно тоже. Вот вы, когда со мной в частном порядке разговариваете, я-то вообще не эксплуатирую каких-то штампованных фраз. Вы вот все равно не можете от этого уйти, типа, денежные средства, типа, добровольный порядок. Я же уже на этом, как говорится, в такой мозоль на языке натер, что то, что вы называете добровольным, недобровольным порядком, это вот вещи противоположные. Вот как вы сказали, вы помогли решить в добровольном порядке, то есть вы принудили человека к худшему варианту. Вы даже не знаете, что дальше, ну, объясняю, вы даже не знаете, не подозреваете, что дальше с этим человеком вне вашей компании происходит. Я вам скажу, ваше право верить, либо не верить мне. К нам приходят люди, которые имели, скажем так, тот самый опыт, добровольно договориться, а потом в результате все равно. Ну, поймите, вы имплантируете некую привычку доверять микрозаймам и отдавать свою жизнь на откуп кредитом, займом, как угодно. А тот человек с вашей вот этой вот сердобольной позицией никогда в жизни не поймет, что посредством жить намного проще. Что мы делаем? И честно об этом говорим. Человек, обратившись в компанию Алям, приняв решение обратиться, он может сразу прекратить все финансовые отношения с банком. И мы прям громко и ответственно заявляем, что потом ему будет сложно взять кредиты. Ему придется жить по средствам. Понимаете? И это и есть основная миссия такой компании, как Алям, чтобы люди выходили из кредитного рабства, из болота. Вы же поощряете своими какими-то условными скидками человека. Это все равно, что давать милостыню. Вот казалось бы, благородное дело – дать человеку милостыню. А с точки зрения богоугодности, так назовем, на мирском языке это все, вы делаете неугодное Богу дело, делаете. Потому что человек, прося милостыню и получая ее, продолжает этим заниматься. Вы поощряете его нахождение в этой яме, в этой глубокой трясине. Что касается нищего, что касается человека, привыкшего жить в долг. Это совсем по-простому, но в очередной раз я не вижу тут возможности это парировать. Вот не вижу я, во всяком случае, нормально. Не сможете меня переубедить. Может, хотя я хотел бы услышать аргументы. А вы читаете комментарии к видео? Да, честно скажу, первые два часа, когда ролик выходит, стараюсь читать. И даже лайкаю. Просто вам такую рекомендацию дали ваши подписчики. Я ни в коем случае вам не навязываю это мнение, что вы очень долго ведете именно монологи. Я слышал, что давайте взыскателям что-нибудь тоже сказать. Вы же поймите, мы сидим со своими монтажерами из команды. Они мне тоже говорят, Дмитрий Евгеньевич, иной раз есть смысл помолчать. Я говорю, конечно же есть. И я так пытаюсь сделать. Но скрипт, его величество скрипт, не дает вам возможности разгуляться, как говорится. Хотите, я вам маленько, да, тоже открою небольшой секретарь. Очень хочу, очень хочу. Сейчас, секундочку. Подождите, пожалуйста, одну секундочку. Я должен сейчас отойти. Ну, ладно, я с наушниками, но у меня просто батарейка садит, конечно. Я вас слышу, я вас слышу, говорите. Да, вот вы говорите, скрипт, условно говоря, под вашу процедуру подходит, так как вы сами сказали, только идеальные клиенты. Верно? Нет, под процедуру банкротства клиент должен соответствовать определенным критериям, чтобы мы его взяли в работу. То есть, а это разве не шаблонная работа, как вы считаете? Я так скажу сейчас. Вы говорите, что у нас есть определенный скрипт, так у вас же тоже шаблонная работа. У нас не то, чтобы есть скрипт, у нас есть определенные нормы и правила, которые мы должны соответствовать. И все сотрудники, как бы, скажем так, да, под свой лад, на свой манер и ведут взаимодействие с клиентами. Знаете, на что это похоже сейчас было? В детском саду, когда школьники ругаются или там ссорятся, они говорят, у кого толще, у кого длиннее, квадратнее, круглее. Тут надо по-другому смотреть, ширше, глубже. То есть, надо понимать, к чему приводит наша работа и к чему приводит ваша работа. Это вот в самом начале мы совершенно справедливо обсудили. И предположим, если у нас есть... Тоже клиентов там берут. Кто-то берет микрозаймы, там, купить себе айфон, например. Кто-то там хочет себе новую машину. Конечно, конечно. Я поэтому всегда всех призываю жить по средствам. Вы же не сможете мне упрекнуть в том, как, кстати говоря, некоторые даже мои коллеги умудряются делать. Я называю недобросовестной конкуренцией, когда они кричат на своих каналах, что Кузнецов призывает всех не платить кредиты. Я понимаю, что некоторые просто люди, гости канала или даже возможные подписчики, не разобравшись, так кричат. Но когда коллеги, люди, которые в этом погружены, что называется, по уши, так кричат. Так, ну вот, я же о чем говорю. Я никогда не заявлял, не буду этого делать, что надо кредиты брать и не отдавать. Берите, приходите. Я немножко в другом контексте это поворачиваю. Я говорю, что вам ничего не грозит, если вы не можете. Да, я не разбираюсь. Мои сотрудники не разбираются, на айфон человек взял или помочь маме больной раком. Ну, как вариант, не дай бог каждому. Вот, я имею в виду, я айфон. Еще неизвестно, что хуже. Жить не на свои деньги, непосредством. Или родителей лечить. Родителей хоть вылечить можно. А вот это вот сложнее лечиться. Ну, так, конечно же, конечно же. Но, выходит, по вашей идее, вы, что ли, типа того, что некие мстители? Я ненавижу преступность. То есть, ах ты такой, айфон решил взять, на, получай. Типа, еще больших проблем. Ну, тогда уж мы, извините, опять благороднее выглядим. Да, мы и разбойникам, и глупым помогаем. Ну, а вы в нашем с вами случае загоняете, ах ты разбойник, на айфоны решил позариться. Ну, фигурально выражаясь. Так быть тебе в болоте. Можно вопрос? Да, конечно, можно. Вам можно. Да, мы с вами даже возраст с вами, да, в прошлый раз вас узнали. Вы скажите, у вас есть дети? Да. Трое детей. Вот, вот. Ну, как, я не знаю, двух старших уже сложно назвать детьми. То есть, сыну 30 лет. Нет, я не думаю, и вы поняли суть вопроса. У меня есть, да, наследники, так называемые ситуации. Да, вот вы как считаете, допустим, клиенты, которые оформляют, да, скажем так, не по средствам живут, как вы выражаетесь, да? А если вот они, допустим, понабрали очень много обязательств на себя, которые не могут исполнять, скажем так, красиво пожили, да, и это просто списалось, простилось. А это для них каким-то уроком будет, как вы считаете, честно? Аргумент, согласен, но они во всяком случае, согласен здесь сильно, ну, вот, без иронии сильно. Очень сильно. И над этим, я признаюсь, задумывался. Ну, тут есть урок. Бесспорно, я думаю, что есть урок. Человек обратился, он больше не возьмет. И тут бы ваша помощь микрофинансовых организаций не помешала. Потому что микрофинансовые организации, собака, тоже все равно очень часто дают кредиты даже банкротам. Сейчас, блин, у банков практика, это вообще, я, конечно, с этим столкнулся. Вроде, казалось бы, с коммерческой точки зрения это только плюс для нас. Но с точки зрения эмоций и вообще отношения моей к этой всей ситуации, когда я говорю, что я борюсь с явлением, да. Когда вот у нас теперь появляется клиент, наш бывший клиент, который полтора года назад получил статус банкротства, он звонит мне, говорит, кредит дали. И знаете, говорит, чем банк это объяснил? Вы, говорит, уже второй раз не сможете обанкротиться. Ну, потому что в течение пяти лет нельзя два раза в течение пяти лет подавать на банкротство. Да, это я знаю. Да, но это же вообще уже. И вот в этой связи тут мы, конечно, теряем некие инструменты, да. Да, воспитательный процесс, вот это моя идея борьбы с явлением не с кредитами и не с банками. Да, я много раз говорил, а с процессом взыскания я вот на этом акцент всегда оставлю. И вот получается, здесь наши усилия, к сожалению, в какой-то степени нивелируются. Ну, возвращаясь к вашему справедливому заявлению, что это неправильно, человек должен почувствовать наказание. Но тогда я вам вопрос задам в свою очередь. Неужто вы себя, собственно, поставили на место карающего меча? Или что? Или вы думаете, что вот таким вот образом, загнав человека вот в это болото, вы ему что-то там поясните? Да нет, они отказываются вообще размышлять, думать. Они становятся зомби вашими. И все. То есть здесь ни о каком воспитательном процессе речи не может идти тоже. Но я, Дмитрий Евгеньевич, все равно мне даже с какой-то стороны приятно, что вы все-таки не только, да, скажем так, свою политику гнете и считаете ее правильной, да, единственной точкой зрения. Но я же не пацан 25-летний, да. Хотя бы, скажем так, да, в какой-то мере со мной согласились. То есть это уже, скажем так, даже немного польстило. Да нет, я же не пытался, как говорится, тут. Я объективно говорю, я вообще стараюсь не обманывать в этой жизни. Ну, если шутки исключить, да, я очень юморной, шутливый человек. И раз мои близкие, они говорят, ты вот, ну, извиняюсь, Дим, что-то не поймем, ты пиздишь или тут по-серьезному говоришь? Ну, это же простая такая история. Просто я умею, как говорится, шутить. А когда дело касается таких серьезных вещей, как моя работа и отношение ко мне людей, тем более, ну, что там, ну, я публичная личность, да, вы теперь, кстати, тоже. Почему? Что, что вы почему публичная личность? Ну, вы чего? Да. Ну, вот такие ролики выходят в топы. Вот с вашим, ваш выпуск очень понравился людям. Людям нравится такой неформат, потому что уже, ну, вы же сами говорите, что хотелось бы что-нибудь разнообразить, но я не могу, я не волшебник. Вот, ну, да ладно, а это вам спасибо разнообразие, потому что это то самое интервью все-таки. Ну, тут даже не интервью, вы тут меня больше интервьюируете, но все-таки я же тоже, в общем-то, извините за термин, да, личину коллекторскую взыска я вскрываю. Я вам тогда сказал, что я не буду в этом смысле как-то юлить, я как отношусь к Коломасе, так и отношусь. Вы, кстати, выключились на этом фрагменте, ну, да ладно. Вот, ну, поэтому тут не надо меня благодарить, позвольте я вас, собственно, заверю очередную рагодилу и то, что я считаю нужным делать. И стараюсь быть честным, все просто. Если вы сказали аргумент, я чувствую в этом вес, я, пожалуйста, я подчеркну даже это. Но все-таки так себе можно разбавить, потому что вы, ну, зря вы считаете себя тем самым, это как дланью Господней, да, вот типа научить человека. Нет, надо не учить, надо помогать. Ну, в смысле, не проучивать я имею в виду. Помогать, даже иногда с бездействием помогать проще, чем делать то, что вы думаете нужно человеку. Ну, нет, как это можно думать? Как можно думать, что человеку нужен очередной займ, если он первый отдать не может? Да, вот так вот. Хорошо, я вас понял, Дмитрий Евгеньевич. Подскажите, в очередной раз ролика ожидайте вашего? А у нас все выходит. Бывает крайне редко, что-нибудь флешка глюкнет, а так мы все выпускаем. Ожидайте. Будет по-любому. Коричневая рубашка на превьюшке. Увидите меня в коричневой рубашке. На превью. Хорошо, будем. Я не только в этом ролике. До свидания. Спасибо за правду. И за участие, и за разнообразие. Спасибо большое. До свидания. Я не знаю, как продолжать после этого, друзья. Да, в принципе, нормально, пообщались. Я благодарю в очередной раз, как его там зовут, Александр, по-моему, Александрович. Не обессудь, дорогой, если в какой-то один неподходящий для тебя момент я тебя протяну как следует. Ну, хорошо, что ты мой голос узнаешь и вовремя тормозишь ситуацию. Обещаю, если захочу, в следующий раз я опять с тобой поговорю. Ну, только подготовься, что-нибудь интересненького. Сегодня здесь ты, в общем-то, проявил себя. Еще раз подчеркиваю, это уже для тебя. Это уже тот самый тебе мерси-комплимент. Друзья, ну, а вас я призываю, конечно же, на фоне того, что вы слышите на нашем канале, включать мозги, проверять, не отключились ли они по какой-то причине. Сверять, тестировать ситуацию. Да. Не нужно думать, что вот эти вот микрофинансовые организации приходят к вам на помощь. Это иллюзия помощи. Ничего здесь нет такого, что действительно могло бы вам помочь. И даже если дело касается кредитов на лечение, понятное дело, любой из нас может столкнуться с этим, не дай бог. Ну, конечно, но готовьте свою жизненную сцену для того, чтобы вы трудности могли принимать во всеоружии. Ну, сложно, сложно жить, рассчитывая на чью-то условную помощь. Банкам плевать на ваше здоровье, на здоровье ваших близких. Сегодня дадут, завтра откажут. И будет тяжело. Поэтому с включенными мозгами топаем по жизни. У нас есть плейлист, кстати говоря, так и называется «Жизнь». Я там про себя рассказываю. В общем-то, хочу, чтобы большинство людей жило по средствам. Ну, а если же случилось, если вы действительно обескуражены, не знаете, как себя вести, что делать, к вашим услугам юристы компании «ЛиАМ». И банкротство, и оптимизация просроченной задолженности, создание условий, когда вашим кредиторам становится выгодно отказаться от претензий. Ссылочка на бесплатную консультацию в описании этого и любого другого ролика. Работаем по всей России. Где бы вы ни находились, вы можете воспользоваться нашими услугами. Как это получится, может, ну, оставьте заявку, поговорите обо всем. До свидания.